Практически всем геймерам нравится исследовать открытый мир, насыщенный различными персонажами, активностями и квестами. Как правило, большинство таких исследований предпочитают покорять игровые миры на ПК, либо же на игровых консолях. Времена меняются, как и производительность смартфонов. Теперь окунуться в открытый игровой мир можно при помощи среднестатистического смартфона, не прибегая к покупке консолей или ПК. Для всех любителей масштабных приключений мы собрали топ на Android с открытым миром. Сразу отмечу, подборка не резиновая, а позиции в топе совершенно не зависят от рейтинга игр на различных ресурсах. Так что если по вашему мнению какой-то интересный, а даже может малоизвестный проект остался без внимания, то не забудьте поделиться названием в комментариях. Гангстар Вегас Открывает подборку игр с открытым миром на Android приключенческий экшен Гангстар Вегас, который пользователи Android окрестили клоном GTA Vice City. С геймплейной точки зрения действительно проекты крайне похожи. Вот только игры серии Гангстар изначально проектировались для мобильных устройств, в результате чего у геймлов получилось сделать отзывчивое и приятное управление на сенсорных устройствах, которое не вызывает боль спустя несколько часов непрерывной игры. Гангстар Вегас игрокам предстоит перевоплотиться в начинающего преступника, желающего занять более высокое место в преступном мире Лас-Вегаса. На улицах города можно творить всё, от банальной вооружённой стычки с властями и до военного переполоха, затрагивающего все ближайшие территории. Основная сюжетная линия игры насчитывает около 80 разнообразных миссий, где вам необходимо будет совершать убийство, устраивать автомобильные погони, заключать деловые сделки и решать судьбу города. В перерывах между миссиями не забудьте осмотреться. Здешний мир полон разнообразных активностей, мини-игр и пасхалок. Проект займёт около 2 гигабайт свободного места в памяти вашего устройства. Albion Online Если вам хочется насладиться открытым миром не в одиночку, а с друзьями или другими игроками, то откройте для себя кроссплатформенную MMORPG Albion Online. Проект, вдохновлённый небезызвестный Ultima Online, может похвастаться огромным открытым миром и хардкорной PvP-механикой, в которой победитель получает всё, включая экипировку и предметы поверженного героя. Сразу стоит отметить, что большая часть контента игры – это сражения с игроками противоположной фракции. Если вас интересует исключительно PvE, то мир Albion вам может показаться пустым. С другой стороны, развитая экономика, которая регулируется игроками напрямую, вполне может увлечь, и в результате Albion Online превратится в экономическую стратегию в реальном времени. Важными особенностями проекта является единственный сервер для всех платформ, а также бесклассовая система и развитие персонажа путём получения достижений. На данный момент Albion Online на Android находится в раннем доступе. EVO ECHOUS Средневековые баталии Albion Online вас не впечатляют? Оригинальная EVO Online стала эпицентром интересных историй, в которых целые альянсы из тысяч игроков противостояли друг другу и мешали достигать целей. Внедряли шпионов и нанимали опытных наёмников. Мобильная MMORPG EVO ECHOUS продолжает путь старшей сестры, но уже на смартфонах. В игре вас ждёт колоссального размера открытый мир, состоящий из более чем 8000 солнечных систем. Открывайте и изучайте звёздную карту. В один миг размеренная добыча ресурсов может обернуться путём в один конец, причём в другой конец галактики. Сейчас как раз отличный момент ворваться в игру вместе с недавним масштабным обновлением, добавляющим новые технологии. Боевой пропуск и регион Нихилус, насыщенный редкими видами ресурсов. Игра займёт около 2 гигабайт свободного пространства в памяти вашего устройства. Shadow of Kurgansk Приятное исследование открытого мира довольно быстро может превратиться в опасную вылазку, где игроку придётся действовать аккуратно, не привлекая внимания местной фауны. Такой опыт может подарить хоррор Shadow of Kurgansk, идейным вдохновением которого является серия игр Stalker. Действие игры также происходит на просторах зоны отчуждения. Цель игрока – остаться в живых и найти выход, попутно сражаясь с опасными мутантами и огибая не менее опасные аномалии. Мир в Shadow of Kurgansk довольно быстро повышает градус опасности. Спустя несколько часов пребывания в зоне, сложность игры будет постепенно повышаться, вместе с силой местных обитателей. Чтобы не погибнуть, собирайте припасы, охотьтесь на дичь, стройте хранилище и убежище. Shadow of Kurgansk займёт всего лишь 163 мегабайта свободного места в памяти вашего устройства. Ark Survival Evolved – это ещё один представитель онлайн-песочниц, которые могут похвастаться открытым миром и обилием враждебной фауны. Как и в оригинале, игрока выбрасывают на берег таинственного острова, где ему предстоит найти пищу, создать инструменты, исследовать технологии и строить базу, чтобы противостоять суровым погодным условиям. Вместе с основной идеей проекта, мобильная версия переняла оптимизацию, в результате чего в Ark регулярно можно заметить проблемы с количеством FPS даже на производительных устройствах. Опробовать игру можно абсолютно бесплатно, предварительно загрузив её в магазине Google Play. А вот для комфортной игры необходима премиум подписка, которая умножит весь получаемый опыт, а также предоставит зарезервированные слоты на серверах. Ark Survival Evolved требует около 2 гигабайт свободного места в памяти вашего устройства. Genshin Impact. Наш топ не смог обойтись без одной из самых успешных экшен-рпг для мобильных. Genshin Impact. Проект моментально покорил множество игроков своей красотой и возможностями, которые ранее не были грамотно реализованы в мобильном гейминге. Сразу стоит обозначить, что Genshin Impact это не MMORPG, и тем более не онлайн-песочница, а полноценный синглплеерный экшен, который при желании может проявить себя в кооперативе. Обширный мир Таивата наполнен различными загадками, сокровищами и полезными ресурсами. И конечно же аниме-девочками, которых вы будете коллекционировать, собирать из них сплочённую команду, а иногда просто наслаждаться уникальным дизайном. Все игробильные персонажи отличаются внешностью своей истории и набором уникальных умений, но выбрать любого желаемого персонажа не выйдет. Перед этим придётся сыграть в лотерею, где есть небольшой шанс получить героиню, да и то рандомную. Дальше всё по сценарию. Нового персонажа надо одеть, прокачать, рассмотреть и опробовать в битве, попутно открывая лотерею, в надежде выбить именно ту героиню. Genshin Impact определённо может похвастаться красотой Таивата. Местные пейзажи завораживают, а чтоб насладиться и запечатлеть вид, разработчики предусмотрели возможность присесть на определённый объект и воспользоваться фоторежимом. При всей своей красоте проект займёт около 1 гигабайта свободного места на вашем смартфоне. Baldur's Gate and Haze Edition Обновлённая версия легендарной RPG с далёкого 1998 года попала в топ игр с открытым миром, но при этом создавалась задолго до формирования самого термина Open World. Именно в первой части Baldur's Gate, студии BioWay, удалось создать насыщенный открытый мир, наполненный интересными персонажами, квестами и загадками. Исследовать здешний мир не только интересно, а ещё и полезно. Ведь именно путешествуя по миру, попадая в опасные ситуации, вы найдёте множество различных путей решения конкретной проблемы, что является отличительной чертой в настолке Dungeons & Dragons, во вселенной которой происходят действия игры. В переиздании Baldur's Gate and Haze Edition сохранены все особенности оригинала. В игре появилось несколько новых персонажей. Отдельная цепочка квестов. Также был переработан движок игры, в результате чего получилось внести несколько улучшений и исправлений, заимствованных из Baldur's Gate 2 Shadow of Am. Для комфортной игры создатели рекомендуют использовать устройство с диагональю экрана от 7 дюймов. Культовая ролевая игра Baldur's Gate займёт около 3 гигабайт свободного места пространства в памяти вашего устройства. Tempest Pirate Action RPG. Если вас не устраивают космические просторы, средневековое фэнтези или мультяшное приключение с аниме-героинями, то обязательно обратите внимание на Tempest Pirate Action RPG. Самое время стать лихим пиратом, покорившим бесконечные просторы океана. Но тут всё не так просто. На вашем пути встанут опасные противники в виде других игроков и опасные существа, проживающие на самом дне. Чтобы справиться с угрозой, необходимо собрать команду, после чего снарядить и улучшить свой корабль. Но это лишь один путь. Tempest можно выбрать роль торговца, грабителя или даже искателя сокровищ. А ещё лучше всем заняться одновременно, вместе со своими друзьями. Террария. Одной из наиболее известных игр на Android с открытым миром принято считать Minecraft, завоевавший всевозможные платформы. Опробовав множество песочниц на смартфоне, отмечу, что вышеупомянутый Minecraft крайне неудобен на сенсорном экране. В отличие от двухмерной Террария, которая может похвастаться отзывчивым и удобным управлением. Здешний открытый мир полон тайн, различных противников и конечно же ресурсов. Из них можно построить и обустроить дом, создать оружие, броню и маленькую тюрьму для продавцов различных редкостей. Террария предоставляет игрокам полную свободу, сознательно не создавая никаких рамок ограничителей, кроме временных. Днём монстры прячутся в пещерах, а ночью вас встретят загадочные существа, готовые убить вас прямо на пороге дома. Чтобы противостоять монстрам и разгадать тайны мира, необходимо погружаться глубже. По мере прогрессии, деревянные инструменты сменяются на железный, а меч на лазерный резак или на пилу. Да, оружие и экипировки здесь предоставлено на любой вкус, от магического посоха пиратов и до автомата, стреляющего вашими монетами. Несмотря на кажущуюся простоту визуального оформления, создатели из Relogix сумели создать обширный яркий мир с множеством мелких деталей, который займёт всего лишь 161 мегабайт свободного места на смартфоне. Океан Хорн. Завершает наш список приключений экшен Океан Хорн, который понравится фанатам классических частей The Legend of Zelda, вроде Acta Arena of Time и The Wind Waker. Несмотря на небольшие размеры, здешний игровой мир насыщён различными головоломками, персонажами и всевозможными активностями. В Океан Хорн вам предстоит исследовать острова, искать древние артефакты, решать множество головоломок, а также расправляться с опасными противниками. Исследуя карту, главный герой изучит магические заклинания, позволяющие побеждать противников хитростью, а не только грубой силой. Важно отметить, что в магазине Google Play можно загрузить только бесплатную демо-версию, где доступна лишь первая глава. Чтобы продолжить приключения в Океан Хорн, необходимо приобрести полную версию за 5,5 долларов, после чего появится возможность скачать полную версию игры, которая займёт 250 мегабайт на вашем устройстве. Спасибо за просмотр! Если понравилось видео, поставь лайк, подпишись и проколокольчик не забывай, чтобы не пропустить новые видео.